Просто на шее. Гру. Да. Да. Амур. Здравствуйте. Амур. Я не здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, обращение к психическому предмету ко мне. Почему это происходит? Вы имеете в виду вообще интерес к этнической музыке? Сейчас вообще дальше. Мне всегда казалось, что чем ближе музыка к своим древним корням, тем она жизненнее и действеннее. То же самое, что игра в испорченный телефон. Чем дальше по цепочке, тем меньше остается первоначального смысла. Поэтому чем ближе к корням, тем живее. Я их слушаю. Это не чужая культура для меня. Я расту на них. Рок-н-ролла – это часть африканской культуры. И поэтому мы все на ней выросли. Мы по радио слушаем больше рок-н-ролла, чем русской народной музыки. Поэтому мы впитали это с детства. Это уже наше. Мы живем в эпоху, когда стран, культур, отделенных от нас больше не осталось. Мы живем в котле. Давайте посмотрим правдим лицо и будем из этого проглочеркать. Угадайте, я похож на китайца или, скажем, на нежу? Или я славянин? Не очень, в смысле, китайцы или не очень славянин? А? Но тем не менее. Знаете фамилию Гременщиков? Знаете, кто это такие? Это... Раскольники. Одни из первых. Поморских расколов. Староверы. Борис Болезнин. Болезнин был в Болезнинском полномочке, в Болгудоне. А если ты в школу, или я не помню? Никогда если бы он не имеешь в виду в это отношение, потому что там появился в Болезнинском полномочке. Ну где-то из Бугайского мест вообще? Нет, моя семья из Пасаратова. Пасаратова, да? Но он сказал, что это как-то дворянский род, который в свое время был где-то на Урале. Я за него горжусь, но я к этому роду отношения не имею. Ну такой раз семьи. Моя семья из Пасаратова, вот с отской линии. А до этого, до того, как их сослали туда, они были откуда-то еще, но откуда я не помню. Прошу, пожалуйста, на месте я заезжаю. Как вы используете русский, ну, скажем, отмечаете ее за информацию? Я понимаю, что это было в свое время то, что вы поедете в Пасаратусе, где они не слышали, но это все такое. А вот как вы? Вы знаете, сейчас русским проще поехать в Африку, чем Пиктору Габриеву, потому что Габриев стоит дешевле отсюда и лететь ближе. Вообще говоря, я думаю, что Габриев в Африку не ездил. Достаточно иметь уши и слушать пластинки, чем мы более-менее и так занимаемся. Мы все берем информацию и слушаем. Нам больше ее не надо подобрать. Все мы здесь присутствующие. То есть, получается, что муза такая деревенская девушка, за которую нужно есть. Мне всегда казалось, что творчество мало зависит от места. Оно скорее приходит в голове и в душе. Играет роль все. Но деревня, это город или горы, или долина, или море, это не имеет значения, по-моему. Я тоже раньше думал, что русские песни пишут только в России. А скажем, во Франции и французские. Выяснилось, что не так. Везде пишутся одинаковые. Не увидите ничего из того, что было два месяца тому назад, или три месяца тому назад. Все будет другое. Так совсем. Ну, песня, ни одна песня не будет повторяться. Да, кто так, тот аквариум закончился днем серебра, потом привелся другой, который закончился гипербореей. Сейчас поеду быстрее. Вы знаете, я ее дал в гробу. Эти идеи, потому что аквариум это мое название. Это музыка, которую я играю. И если... Мне не нужно называться, менять имя и фамилию, чтобы делать что-то другое. Я это играю. Аквариум это та музыка, которую я играю. Вы знаете, если вы попробуете пить портрейн больше 25 лет, вы заметите, что это приводит к резко отрицательным последствиям для организма. Можно умереть. Кстати, воска гораздо чище. Лучше всего ижевская. Под названием калашников. Вы знаете, мне нужно ее вспомнить. Борис, Борис, а сейчас читайте по поводу времен. Вот я вижу у вас, моя фотография на фоне чего-то очень... Червичная. И если основываться на публикации, которая была недавно сделана, здесь интервью с вами, то вы начали играть, и у вас возникли проблемы с платями, примерно в то время, когда вообще возникло конрульное слово. То есть цитирую. То есть в 56-м году? Вы говорите, вы ваш ответ. В 1960-м году меня выдумали из комсомола за то, что в Велисе народ пустевая, во время игры мы начали их фиганцовывать. Но если не касаться биографических подробностей, то вообще... Меня зовут Элл, вы спросите, вообще-то. А то, как вы вообще ощущаете возраст? Настолько, что его осознание, сколько вам лет, а сформирует уже ваш образ? Ощущаете возраст вообще или нет? Коньяк пятилетней выдержки стоит столько-то. Коньяк двадцатилетней выдержки стоит значительно больше. Коньяк сто летней выдержки стоит еще больше. У меня чем дольше я живу, тем мне интереснее жить, тем больше я могу. Мое ощущение до данного дня. Когда я ничего не смогу, я скажу. А пока вы приходите, значит, что-то и есть. Ой, слушайте, давайте вы мне на это ответите. Я подозреваю, что мужчина и женщина. Борис Борисович, у меня несколько такой бытовой вопрос. А дети тоже мужчины, они тоже делятся по поводу. Если у вас есть время для досуга, то как вы проводите? Ну, хобби, увлечение? Мне признаться, сложно отделить работу от не работы. Ваша работа – это и есть ваше увлечение? И досуг, и хобби, и все вместе? У меня работы нет. Я пою песню для собственного здоровья. Ну, как сказать? Ну, да, вероятно, мы правы. Ну, а просто какое-нибудь, может, спортивное увлечение где-то, допустим? Штангу, все, я с собой-то вожу. Вот футбол, хоккей, особенно хоккей. И лед. Мои, Владимир, а как вам такое свое сочетание? Планирование физически? Живым не дамся. Ищи, рубросы. А что у вас на значках написано? На значке написано «рожденный вновь язычник». Это не заявление творческого креда, или идея, я просто понравился значок. На втором написано «умно замаскировавшийся под ответственному взрослому». А как говорилось же, для его облачения, что он не знал? Вы знаете, если я смог курить столько тревога, сколько они курят, я бы, наверное, имел бы взаимоотношения. Но для меня это было бы смертельно. Нет, я честно говоря, у меня нет знакомых растаманов настоящих, поэтому я не могу сказать. С неграми общаться, с растаманами нет. Но это хорошее жизнь. Всему лучшему, что во мне есть, я обязан сою. Я ведь, я ведь очень люблю, но он умер. А песни его не нравятся. У меня жил одно время девять кошек, и здесь пять было соевских. Честно скажу, это было. Спасибо. Вы печалитесь по этому поводу? Вы печалитесь по этому поводу? Да, спасибо. Спасибо, я тоже. Ну а как американцы вы пригласили по участию? Вы небольшой восторг? Какой это? А, весной так? Ну как, они приходили на концерты. Но я у них, честно говоря, не спрашивал, как они относятся. С меня было достаточно, что они приходили слушать. Вы знаете, все мои знакомые американцы значительно уступают в издительности моим знакомым русским.